Добрый вечер. В эфире новости на телеканале Югра. В студии Лариса Мацур. Случай заболевания корью был отмечен в Нижневартовске. Болезнь обнаружили и лабораторно подтвердили у одного из учеников на основании. Предписание Роспотребнадзора в учебном заведении организовали утренний фильтр медицинское наблюдение за людьми, которые находились в контакте с заболевшим. Уточняется наличие прививок от кори у учащихся и сотрудников школы. С 11 ноября по 1 декабря часть школьников перевели на дистанционное обучение. Пока это единственный случай заболевания корью в Нижневартовске. Выяснили, что мальчик заразился за пределами региона. В детских поликлиниках города проходит вакцинация непривитых от кори несовершеннолетних. С учетом того, что ряд учащихся по разным причинам не были привиты против кори, то в соответствии с санитарными правилами такие учащиеся были приведены на обучение с применением дистанционных технологий. Всего таких учащихся 54. По состоянию на сегодняшний день проводится вакцинация. После вакцинации дети возвращаются в традиционной очной форме обучения. В Сургуте за последние сутки выпала треть месячной нормы осадков. На дорогах круглосуточно работает 90% всей техники подрядных организаций. В этом году их количество увеличилось до 7. Усугубляет ситуацию. Плюсовая температура воздуха. На центральных улицах образовались большие лужи. Коммунальщики стараются оперативно их откачивать и пробивать ливнеприемники. Наиболее опасная ситуация на тротуарах. Лед, покрытый водой, представляет собой хорошо скользящее покрытие, от которого не спасают даже сапоги с большим протектором. Как итог, в травматологию с различными повреждениями обратились 19 взрослых и 7 детей. Три человека госпитализированы. У нас 7 кураторов выезжают каждое утро после ночной смены на дорогу. И из 153 основных улиц дорог сургутских всего по 4 мы выявили существенное замечание. То есть работа оценивается как удовлетворительная. Центр охраны материнства и детства получил лицензию на образование. Теперь в самом крупном роддоме УРФО смогут повышать квалификацию врачи со всей России. Первый курс стартовал вчера. На базе центра обучение пройдут югорские неонатологи, акушерогинекологи и анестезиологи-реаниматологи. Учить их будут кандидаты медицинских наук из Екатеринбурга. Подробнее с места событий расскажет Екатерина Нефедова. Ехали специалисты из роддомов со всего округа. Порядка 50 человек. Они пройдут цикл повышения квалификации для того, чтобы привезти в свои перинатальные центры новейшие технологии в родоразрешении. Подробнее о повышении квалификации нам расскажет Сергей Иванников, заведующий симуляционно-тренинговым центром Центра охраны материнства и детства. Сегодня, завтра и послезавтра пройдет обучение, в котором окружные специалисты в области перинатологии будут изучать и практиковать на современных манекенах неотложные ситуации, которые могут случиться. К таким неотложным ситуациям относятся реанимация и стабилизация новорожденного в роддзале. К таким ситуациям относятся акушерские кровотечения, внезапная остановка сердца. Поэтому навыки, которые мы получаем в институте, они совершенно не навсегда. Если человек не использовал эти навыки более трех месяцев, то тогда в экстренной ситуации он не может вспомнить, как действовать правильно. Поэтому в настоящий момент все специалисты будут сверять теоретические знания между собой, а потом практиковать мануальные навыки на тех манекенах, которые вы здесь можете увидеть. Обучать югорских врачей приехали коллеги из Екатеринбурга. Лучшие на Урале все кандидаты медицинских наук. Их научат реанимировать и спасать как роженицу, так и младенца. Подробнее об обучении нам расскажет Бычкова Светлана Владимировна, руководитель симуляционного центра Института охраны материнства и младенчества. Как минимум несколько раз в год коллеги мои из Уральского института охраны материнства и младенчества приезжают с выездными циклами в разные регионы. Мы близко в контакте работаем с докторами, симуляционно-тренинговые циклы проводим, обучаем сердечно-легочной реанимации. Самым сложным вопросом неотложной терапии в акушерстве, в анестезиологии, в неонатологии. Мы тренируемся на практике, чтобы доктора в любое время могли быстро и эффективно оказать медицинскую помощь, чтобы не случилось в любой экстренной ситуации. Разбираем это подробно, прямо с практическими навыками. Такая подготовка врачей, она способствует тому, что они быстро ориентируются и готовы всегда и ко всему. Всегда готовы оказать любую медицинскую помощь. Отмечу, что обучение продлится 6 дней. По завершению все 50 югорских врачей получат удостоверение о повышении квалификации. Екатерина Нефедова, Игорь Батищев, телерадио компания «Югра», Сургут. Югорские врачи займутся ранней диагностикой нарушения слуха у пациентов в районных больниц. Для этого от ларингологов обучат аудиологическим исследованиям для проведения предварительных скринингов. Такое поручение дал вице-губернатор Югры Всеволод Кольцов на Совете по делам инвалидов. Как считают эксперты, сурдологи удобнее всего проводить реабилитацию для слабослышащих непосредственно в месте проживания пациентов. Отмечу, ведущим звеном сурдологической службы Югры является клиника-диагностический центр на базе Сургутской ОКБ. Там организованы прием узкоспециализированных врачей, логопеда, кабинеты аудиологических исследований и дневной стационар. Кроме того, в Нягоне, Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Нефтьюганске работают кабинеты сурдологов, оториноларингологов. Победила в этом году и не намерена снижать планку в следующем. Сургутянка Альбина Шарипова стала лучшей на окружном чемпионате профессионального мастерства среди школьных стоматологов. Всего за звание победителя боролись 11 специалистов. Леона Киямова встретилась с врачом, который знает каждый зуб и регулярно проводит лекции для школьников. Итак, ребята, после проведения щетками чистки зубов мы вычищаем весь налет. Специальные гели для профессиональной чистки и стоматологическое оборудование изучают не студенты, а медики. Вот так на живом примере проводит открытый урок школьный стоматолог для девятиклассников. Здесь учащиеся нередкие гости. Я узнал, как правильно чистить зубы, как за ними ухаживать, куда нужно ходить, сколько раз в год. Что нужно проводить профессиональную чистку дважды в год, до этого я не знал. Зубные нити, ирригатор, пасты. На теоретических занятиях школьники изучают все методы профилактики заболеваний полости рта. Но приходят, безусловно, не только за знаниями. Альбина Шарипова знает состояние зубов каждого учащегося в этой школе. Павел Грязнов долгое время боялся стоматологов, а здесь самостоятельно, без родителей, пришел и вылечил пять зубов. А бывали стоматологи, которые давили, было больно, но они даже не спрашивали, то есть было неприятно. Альбина Михайловна, она всегда спрашивала, больно ли или нет. То есть всегда, как бы, было, даже если было больно, она сразу говорит, больно, я говорю, да. Ну, и, как бы, что-то делали. Она, можно сказать, вылечила всю мою челюсть. Я стал, наконец-то, спокойно кушать, не жаловаясь на зубы. Привить детям привычку заботиться о полости рта – работа кропотливая. Открытые уроки Альбина Шарипова проводит регулярно с каждым классом и при необходимости рассказывает во время лечения каждому индивидуально. За последние три года школьный стоматолог вылечил зубы у почти девяти тысяч детей. Поделилась сургутянка своим опытом работы на окружном чемпионате профессионального мастерства. Ее признали лучшей среди одиннадцати участников. Было очень интересно посоревноваться, показать свою, наверное, свою работу, все, что я умею, показать, написать. Все-таки я 20 лет работаю в образовательном учреждении. Ожидать, наверное, да. Я надеялась, что я выиграю. Ну, как-то, знаете, крылья вырастают, хочется дальше и дальше работать. Альбина Шарипова ежегодно проходит образовательные программы по общению с детьми, новым методикам и технологиям в профессиональной сфере. В ближайшее время у нее запланирован курс по лечению зубов с осложнениями. Саморазвитие, общение с детьми и победы в конкурсах помогают оставаться в тонусе, признает сургутянка. В следующем году она также планирует принять участие в окружных состязаниях. Леана Геомова, Алексей Шахмаев, телекомпания «Югра», Сургут. Жильцы первых этажей домов, смежных с тем, что пострадал от взрыва газа в декабре 2022 года, могут не переселяться. По результатам очередной экспертизы, жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах 4А и 8А по улице Мира, могут оставаться в эксплуатации. Конструкции не показали снижение несущей конструкции здания. А это значит, что и рассмотрение судебных исков о временном выселении граждан из жилых помещений, которые ранее подавала администрация города, не требуется. При этом жильцы квартир на первых этажах могут переехать в маневренный фонд или гостиницу, предоставленную властями в любой момент. Во время работ по сносу за ближайшими домами будут установлены круглосуточные наблюдения с использованием программно-технического комплекса. Минимальные изменения в конструкциях будут сразу же зафиксированы приборами, а после завершения демонтажа соседние дома снова будут ждать экспертиза. В Урае расчищают захламленные территории. Борьба с несанкционированными свалками продолжается с летом. Одно из самых крупных мест незаконного складирования мусора возле дач – гаража. Отходы были на дне старого карьера. Очищали его при помощи спецтехники. Далее мусор сортировали. Среди находок остатки деревьев, доски и даже какие-то бетонные конструкции. Часть разобранного пошла на переработку, другая часть – на полигон. Теперь очередь за следующей свалкой – тоже возле дач. О захламленных местах сообщают как сами урайцы, так и фотографии со спутника. Из города на спецполигон вывезено уже порядка 2000 кубометров отходов с несанкционированных свалок. Власти рассматривают вариант установки видеокамер для фиксации нарушителей природоохранного законодательства. Кто создает свалки, если бы мы знали, я бы тут не стоял, мы стояли вместе с этим человеком. В основном эти свалки, они созданы были давно. Вот те, которые выявлены большое количество в этом году, это старые свалки с начала 2000-х годов. Создавали их те люди, которые решили не платить за утилизацию мусора, а вывалить их где-нибудь за городом в лесу. Выявляется место захламления, определяется его объем, определяется на чем земельном участке расположено непосредственное захламление. И далее уже рассматривается вопрос о включении либо не включение его в реестр. И также формируется план его ликвидации. Сегодня около 8 утра на 183-м километре автодороги Югра в Октябрьском районе произошло столкновение автомобилей Хонда и КамАЗ. На оперативных кадрах видно, что КамАЗ от столкновения перевернулся на бок и почти вылетел с дороги. У Хонды полностью снесло кузов. Полиция сообщает, что в результате ДТП водители-пассажир легкового автомобиля погибли на месте происшествия. Следственно-оперативная группа продолжает выяснять причины и обстоятельства произошедшего. Спонсором детского алкоголизма стала жительница поселка Пойковский. Накануне 45-летняя сотрудница продуктового магазина продала алкоголь 15-летнему подростку. Отделом дознания ОМВД по Нефтьюганскому району в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Отмечу, что ранее суд уже привлекал женщину к административной ответственности за продажу спиртного подростка. Тогда ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, которые до настоящего времени она так и не оплатила. В Югре выдали больше 5,5 тысяч карт забота. Получают этот социальный дисконт участники специальной военной операции и члены их семей. Карта дает скидку при оплате товаров и услуг партнеров проекта. Такая форма поддержки появилась по инициативе регионального отделения «Единой России» и правительства округа. На данный момент уже больше 700 предпринимателей по всей Югре присоединились к проекту «Забота». По количеству предоставляемых скидок лидер – Сургут. Что можно приобрести по карте со скидкой в самом большом городе Югры, расскажет Наталья Соловьева. Олеся Волошина выбирает школьную форму вместе со своим сыном Николаем. Именно этот магазин выбрала потому, что если готовая жилетка, например, не подойдет, здесь по меркам сделают на заказ. А еще предоставят хорошую скидку. Текстильный магазин – участник проекта «Забота». Олеся Волошина – одна воспитывала двоих сыновей. Старший Алексей погиб, защищая родину в зоне специальной военной операции. В декабре их забрали, добровольцем он пошел. Но он мало там пробыл. В конце января этого года он погиб. Сейчас помогает «Единая Россия». Нам дала карточки «Забота» скидочные. Вот одежду можно, там продукты, аптека есть. Ну, всякие разные развлечения там у них, скидки. Спасибо им. Сейчас у нас в Сургуте выдано более 750 карт «Забота». Участвуют в этом проекте более 80 предпринимателей. Размер скидки составляет от 10% до 50%. И есть предприниматели, которые на оздоровительные и на фитнес-услуги предоставили полные 100% скидок. Самая востребованная среди владельцев карт «Забота» в Сургуте продукция – выпечка в этой сети булочных. Только за неполный ноябрь сюда обратились 375 раз, то есть по 26-27 покупок ежедневно. И что самое интересное, не обязательно даже предъявлять карту, заказывая доставку. Они могут позвонить в полцентр, они в программе отмечены. Нам дали, «Единая Россия» дала их номера телефонов, им сразу делают скидку 15%. Помочь мы ничем не можем, ситуация сложная. Ну а потом, знаете, говорят, ну, булка иногда настроение поднимает. Предприниматели охотно подключаются к проекту просто потому, что это один из доступных способов помочь защитникам Родины и их семьям. А участники СВО и их близкие видят эту поддержку и понимают, что они не одни в своей борьбе за будущее страны. Наталья Соловьева, Игорь Батищев, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра» Сургут. На новоприсоединенных к России территориях, в том числе в подшефной «Югре» городе Макеевка, налаживается мирная жизнь. Люди, пережившие ужасы агрессии, начинают переосмысливать опыт увиденного и делать для себя выводы. С одной из таких макеевчанок, которая до 2014 года писала книги на украинском языке, а теперь наоборот переводит их на русский, пообщался наш корреспондент. Екатерина Поливодова, как и тысячи других жителей Макеевки, каждое утро добирается на работу в соседний город – Донецк. Украинская писательница из Полтавской области еще 13 лет назад переехала на Донбасс. Сюда ее позвал будущий муж. А после событий 2014 года твердо приняла решение – остаться. Потому что политика украинских властей по отношению к Донецку однозначно была неправильной. Я не хотела относить себя к убийцам, но в принципе не отношусь. То, что можно убивать людей из-за того, что они придерживаются каких-либо вообще других взглядов, это, наверное, меня покоробило, из-за чего я осталась здесь. Ну и как, это на государственном уровне делается, но это ненормально. События тех дней нашли отражение и в творчестве Екатерины. Не скрывает, что сейчас хочется больше думать о мире, а не о войне. Я написала роман о событиях на Донбассе, фантастический роман «Отпуск к другой реальности». Он вышел здесь, в Донецке. В общем-то, там я в полной мере выразила свое отношение именно к этому. Сама Екатерина работает в одной из донецких библиотек. На вопрос, а почему тогда живет в Макеевке, отвечает, что так гораздо безопаснее. Как мы вот сейчас видим, вот сюда, например, был прилет недавно. Люди погибли, шесть человек. То есть, и это вообще абсолютная лотерея, когда, куда и в какой момент прилетит. Вот, центр Донецка. То есть, ну вот, может идти человек по улице и не подозревать, что в следующий момент он по улице идти уже не будет. Девушка показывает нам специальные наборы своей сумочки, которые всегда при ней. Аптечка, жгут. Вот если попадет, вот что надо уколоть, как надо перевязать. У меня муж служил медиком, санинструктором в танковом батальоне. Вот он мне это с собой дал. Это постоянно? Это постоянно, просто с собой, на всякий случай. А случаи бывают разные, но здесь всегда необходимо быть на готове. Нужно сразу нагибаться, сразу куда-то прятаться. Это, ну, уже, наверное, рефлекс. Уже, наверное, помимо, даже выше каких-то размышлений каких-то. Ну вот сейчас трамвай прошумел. И уже, что это? Кстати, в свободное время Екатерина не только пишет книги, но и переводит литературу с украинского на русский. Книги советского автора Николая Трублоини, известного, в общем-то, автора, перевожу для московского издательства «Вечер». У них серия «Военные приключения». С украинского для меня сложностей нет. Для меня это оба родные языка в равной степени. И украинский, и русский. С детства. Единственное, в чем может быть сложность, тут морская терминология. Такие переводы, говорит писательница, помогут ближе познакомиться с украинской литературой советского периода. Но главное, конечно, чтобы на Донбасс пришел мир, о котором здесь мечтают 9 лет. Так-так, намагаючи говорить густым басом, запомнивши ломеха. Никита Филиппов, Владимир Гайнзет, телерадиокомпания «Югра» при поддержке телеграм-канала «Югра-солдату» Донецкая Народная Республика. Единственную в Югре роботизированную молочную ферму хотят расширить. Планами по дальнейшему развитию хозяйства поделился глава КФХ с губернатором Югры Натальей Комаровой во время ее рабочего визита в Канденский район. Животноводческий комплекс находится на территории поселения Леуши. И тут буквально все делают роботы. Одни разносят корм коровам, вторые доят. Причем исключается таким образом человеческий фактор. Если молоко не отвечает заданным параметрам, его не отправляют в общий котел. После каждого доения трубки промываются. А еще роботы управляют микроклиматом, убирают навоз и чистят животных. Все молоко поступает на собственный завод. Здесь производят 12 видов продукции, которые в том числе поставляют в 50 школ и детских садов Урая и Кандинского района. Сейчас на ферме содержит 850 голов. Рассчитана она на 150. Хотят построить новые здания на 300 и 150 коров и быков. Земля есть, и роботы с такой нагрузкой справятся. В данный момент идут переговоры о предоставлении льготного кредита на строительство с региональным фондом поддержки предпринимательства. А по факту, что у нас сейчас? У нас вот этот корпус есть. Вот этот корпус. Да, корпус. Мы хотим вот этот корпус переходный сделать. Там будет еще. Вот этот нам достаточно вот этого робота. Он будет вот так по коридору доедеть и два корпуса кормить. Нам только наш раз построить. Достаточно корма кухня вот эта у нас накрытая. А это два робота стоять. А там нужно вот этот корпус покроем. А вот тут мы хотим вот это родильное отделение. Услышал, да. Для развития. Сургутский ледовый дворец ожидает серьезное обновление. Учреждения готовятся принимать матчи континентальной и всероссийской хоккейных лиг. Для этого необходимо заменить часть кресел, систему водоочистки, борта хоккейной коробки. Они должны быть выше и мягче для ударов. Новые борта уже установлены. Также смонтировано 10 индивидуальных мест для граждан с ограниченными возможностями. Новый игровой инвентарь для юных спортсменов уже закупают. Дооснащение ледового дворца стало возможным благодаря помощи местных депутатов, которые направили на эти цели неиспользованные остатки своих зарезервированных бюджетных средств. Эти средства, выделенные депутатами на ледовый дворец спорта, пошли на приобретение клюшек, шайб, на систему водоочистки. Как вы знаете, в этом году мы поменяли борта, установили хоккейную коробку европейского образца. Очень качественную. И система очистки воды требуется для того, чтобы быстро и качественно заливать качественный прозрачный лед. Каждый год в бюджете города резервируется 25 миллионов рублей, то есть по миллиону рублей на каждую депутату, которые могут быть направлены на реализацию наказов по определенной категории. В этом году МИСТОК стартовал, и это могли быть наказы, связанные с спортом, культурой, образованием. В конце года добавилось еще благоустройство. Эти деньги могут быть доведены до муниципальных учреждений, то есть можно реализовать только те наказы, которые находятся в компетенции муниципальных учреждений. В Нижневартовске реконструируют еще полкилометра набережной. Сейчас уже заключают контракт с подрядчиком, который и реализует третий этап этого масштабного проекта. Строить будет местная компания «Самарстрой», которая в этом году уже благоустраивала учительский бульвар в 18-м квартале и хорошо себя зарекомендовала. По запросу жителей города, большую часть территории набережной озеленят. Кроме того, здесь обустроят прогулочную зону с велодорожкой и детскую площадку. Напомню, реконструкция набережной ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Из-за большой протяженности береговой линии и короткого строительного сезона работу было решено разбить на части. Так, первый участок был открыт в сентябре 2022 года, а этой осенью жители смогли оценить и второй селфи-мостом и скульптурным зоопарком. Ханты-Мансийские пожарные стали лучшими в регионе. В Югре прошел смотр-конкурс среди подразделений Главного управления МЧС России. В результате лучшей из 30 участниц призвана 132-я пожарно-спасательная часть. Эта команда из 80 человек уже 14 лет обеспечивает безопасность района окружной столицы. Комиссия конкурса оценила состояние служебных помещений части, число выездов на пожары, учла количество спасенных жизней и навыки спасателей по оказанию первой помощи. Также жюри выставили оценку технической оснащенности пожарных частей. На вооружение команды-победительницы находится 13 единиц техники. Победа в конкурсе заработана не одним днем. Заслуженная награда присвоена по результатам целого года службы. Берется статистика деятельности за год пожарно-спасательного подразделения. Именно берутся все временные промежутки от момента от времени следования к месту пожара, от времени подачи первого ствола, натушения, время локализации, ликвидации пожара. То есть это накопленный, так сказать, весь багаж за год берется. Артисты Югры выступят вместе со звездами российской эстрады. День округа пройдет 23 ноября под эгидой международной выставки форума «Россия» на ВДНХ. Отбор делегации культуры от нашего региона проводился группой режиссеров из Нягоня, Сургута, Сургутского района и Ханты-Мансийска. Также выступить со знаменитостями смогут и юные дарования Югры, которые ранее участвовали в шоу «Голос. Дети» и других творческих проектах. Кроме того, около 2000 юных югорчан смогут стать посетителями выставки. С ноября по апрель из всех муниципалитетов округа будут направлять группы по 50 и 100 человек. Также планируется привезти детей из Макеевки. На экскурсию отправятся победители Олимпиад, различных творческих конкурсов, спортивных соревнований, активисты российского движения «Детей и молодежи», медалисты и стобальники по ЕГЭ. Ждет очень яркое, интересное, уникальное мультимедийное шоу, которое познакомит всех с Югрой, с нашими природными местами силы, с нашими стихиями, с нашими талантами, с творческими настижениями нашего региона. Кроме того, нас ждет насыщенная деловая программа подписания ряда соглашений, которые еще больше раз расширят возможности для развития нашего региона. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами на телеканале Югра. Субтитры создавал DimaTorzok